Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня я хочу поделиться с вами собственным клиническим случаем о результатах 10-летней терапии препаратом Силиксипак. Пациент особенный тем, что легочная гипертензия была и есть ассоциирована с системной склеродермией. Хочу сказать о том, что доклад поддержит компанией Джонсон и Джонсон. И начать хочу с особенностей легочной гипертензии при системных заболеваниях соединительной ткани. Около четверти случаев причиной легочной гипертензии становится именно заболевание системной соединительной ткани. Легочная гипертензия встречается у пациентов со склеродермией, системной красной волчанкой, смешанными заболеваниями соединительной ткани. И механизм формирования данной патологии неоднозначен. Скажем так, многие факторы вносят свой компонент в формировании легочной гипертензии. Это и интерстициальное поражение легких при диффузной форме склеродермии и пролиферативная восколопатия легких с изменением мелких альвеол при лимитированной форме склеродермии. Диастолическая дисфункция левого желудочка на фоне фиброзных изменений миокарда. Пролиферативная восколопатия легких с изменением артериол и венол малого круга кровообращения. Мы знаем о том, что прогрессирование легочной гипертензии неиспешно при любом типе заболевания, об этом нам листвуют данные исследования Ревил, однако хочется отметить, что пациенты с системными заболеваниями имеют куда более худший прогноз, чем пациенты с идиопатической легочной гипертензией или легочной гипертензией на фоне врожденных пороков сердца. Во время своего наблюдения мы использовали стандартную систему оценки пациента, которая представлена на слайде и есть возможность стандартизированно оценивать динамику состояния в течение всех 10 лет. Итак, моя пациентка в возрасте 25 лет обратилась в поликлинику по месту жительства с жалобами на проявление синдрома Рейно, множественные телеангиетазии и дигитальные язвы в анамнезе. Около двух лет потребовалось пациентке на то, чтобы пройти путь до врача-арифматолога и получить заключение о верификации диагноза системной склеродермии и начать лечение. Пациентка получает препарат плаквенил в дозе 20 мг. В возрасте 27 лет была терапия. Верифицирован диагноз и пациентка попала под наблюдение врача-арифматологического центра города Кемерово. Был выставлен диагноз системная склеродермия диффузная форма, подустрая по началу, с поражением сосудов, кожи, суставов, желудочно-кишечного тракта. Она регулярно проходила обследование и в 2009 году обратила внимание на появление одышки при привычных физических нагрузках. Прогрессирование данного состояния потребовало внимания врача-арифматолога, была выполнена электрокардиограмма, эхокардиография и диагностировано повышение давления в малом круге кровообращения. Также по данным мультиспиральной компьютерной томографии легких выявлены участки фиброза в нижних отделах легких. С вопросом о верификации генеза и типа легочной гипертензии пациентка была направлена в научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и попала уже под наблюдение к нам. При поступлении в 2010 году пациентка жаловалась на одышку при умеренной физической нагрузке, эпизода головокружения, синкоп не было и учащенное сердцебиение. При осмотре обращали на себя внимание признаки системной склеродермии, изобъективно крепитация на выдохе при аускультации легких и систолический шум в проекции трикоспидального клапана. На имя было проведено обследование, в том числе эхокардиография на экспертном аппарате. И мы получили следующие данные. В 2010 году у пациентки имело место изменение показателей правых отделов сердца, повышение систолического давления в легочной артерии и недостаточность трикоспидального клапана. На момент обращения пациентка имела третий функциональный класс по ВОЗ. Дистанция теста 6-минутной ходьбы составляла 320 метров. По 10-бальной шкале Борга одышка соответствовала 4 баллам. Пациентка была госпитализирована, выполнена спирометрия, выполнена мультиспиральная компьютерная томография легких, ультразвуковое исследование печени. Также проведен анализ на антипробин. Показатель превышал нормативные значения более чем в 2 раза. И выполнена катетеризация правых отделов сердца. По результатам которой мы верифицировали диагноз прекапиллярной легочной гипертензии. Учитывая анамнез пациентки, системную склеродермию, мы сделали заключение о том, что легочная гипертензия относится к первой группе, ассоциирована с системным заболеванием соединительной ткани. Вот, собственно, так мы расценили данное состояние. Именно в тот момент в нашем центре был открыт набор в исследовании грифон. Мы набирали пациентов, и пациенты с системными заболеваниями также имели возможность принять участие. Верифицировав диагноз легочной артериальной гипертензии, ассоциированной со склеродермией, мы рекомендовали пациентке продолжить наблюдение у нас, пройти скрининг. И пациентка по результатам скрининга была включена в исследовании. Ей был назначен препарат селексипак. В результате титрации мы достигли максимальной терапевтической дозы 160 микрограмм в сутки. Также пациентка принимала ивобродин, спиронолактон и продолжала принимать плаквинил. Здесь я хочу вам продемонстрировать десятилетнюю динамику показателей эхокардиографии. В 2016 году по субъективным, скажем так, требованиям мы проводили детальное обследование пациентки, в том числе и повторную катетеризацию сердца. Я вам позже покажу результаты. Ну вот данные эхо, десятилетняя динамика. Посмотрите, как менялась площадь правого предсердия, как менялся базальный размер правого желудочка, динамика давления в малом круге кровообращения. Также говорит о том, что препарат прекрасно показал свою эффективность у пациентки в течение всех 10 лет применения. Вот также я говорила, что мы катетеризировали пациентку в 2016 и 2020 году. Данные вы видите представлены в таблице. Можно говорить о том, что пациентка в течение всего этого времени находилась у нас в зеленой зоне, если мы говорим про стратификацию риска. Дистанция теста 6-минутной ходьбы увеличилась и сохраняется на хорошем уровне. И в 2020 году также была выполнена спироэрогометрия, показатели антипро-БНП. И пациентка продолжает принимать селексипак. Должна сказать, что мы буквально на прошлой неделе упаковали файлы в коробки и заархивировали данный протокол, а пациентка переведена на селексипак уже в назначениях обычным стандартным нашим методом. Но благодаря клиническому исследованию практически на 10 лет раньше пациентка имела возможность получать этот препарат и сохранять вот такое функциональное состояние в течение этого времени. Регулярность визитов была раз в полгода. Мы вызывали пациентку, оценивали все необходимые показатели. И также мы постоянно были на телефонных контактах с пациенткой. Ну и вот, как я уже сказала, в настоящее время пациентка находится в зеленой зоне по данной шкале, продолжает принимать терапию и продолжает, конечно же, обследование, продолжает наблюдение врачом-ревматологом. Это очень важный компонент, потому что в течение всего этого времени пациентка находится под двойным контролем не только с нашей стороны, но и основное заболевание также курируемо. В заключении хочу сказать, что тщательная динамическая оценка статуса пациентки с легочной гипертензией, своевременная и корректная тетрация дозы лакспецифической терапии, несмотря на генез легочной гипертензии, я говорила, что легочная гипертензия, ассоциированная с системными заболеваниями, это неблагоприятная по течению форма, способствовали улучшению клинико-функционального и гемодинамического статуса пациентки, достижении низкого риска, летального исхода и сохранению спустя 10 лет на фоне терапии хорошего функционального статуса. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Татьяна Николаевна, за очень интересные клинические случаи. Действительно, пациенты с системной склеродермией очень часто бывают пациентами кардиологических стационаров, потому что нередко они впервые обращаются в связи с клиникой легочной гипертензии непосредственно к кардиологам, но вы продемонстрировали как раз преемственность пациентки от ревматологов к кардиологам, что, наверное, более правильно, потому что ревматологи этих пациентов видят гораздо раньше с лимитированной формой системной склеродермии, с ранним дебютом синдрома Рейно. И здесь правильная настороженность ревматологов – это действительно важный момент. Ну, как всегда, я выполняю функцию человека, который задает нехорошие вопросы. Поэтому, естественно, для того периода времени, когда вы включали пациентку в исследование гриппона, это была только монотерапия. Но я хочу акцентировать внимание наших слушателей, что на тот момент были критерии, которые позволяли говорить о комбинированной терапии. Из каких соображений вы в дальнейшем оставили пациентку на монотерапии и не добавили второй лекарственный препарат, зная, что больные с системной склеродермией – это группа особенно высокого риска? Как я уже сказала, мы мониторировали состояние пациентки дважды в год, и в течение этих 10 лет у нас не было необходимости у данной пациентки добавления другой терапии. Но вот мое личное мнение врачебное – добра добра не ищет. Если пациентка хорошо идёт на одном препарате, я, наверное, не буду эскалировать терапию, покуда не будет на то дополнительных изменений. Вот эта пациентка, почему она представлена в клиническом случае? Потому что она продемонстрировала именно такой ответ. И я могу говорить о монотерапии как об уникальном явлении. Конечно, в большей части требуется усиление терапии, но это другие пациентки. Вот у этой пациентки сложилось так. Катяна Николаевна, у меня вопрос касается молодых пациентов. Ведь вы впервые познакомились с ней, ей было 27 лет, 25 познакомились с ревматологи. Существует в мире понятие, что физическая работоспособность у молодых всегда выше. Они демонстрируют лучшую дистанцию прохождения в тесте 6-минутной ходьбы. И традиционно у молодых мы ориентируемся на цифру более 500, как хороший результат нашей проводимой терапии. Вот стоит ли обсуждать у этой пациентки эскалацию на данный конкретный момент? Сложный вопрос. Связан он с тем, что пациентка не истинная. С точки зрения идиопатической легочной гипертензии, я абсолютно солидарна с вами во мнении. А пациентка с исходной патологией и с нарушением двигательной функции, с поражением суставов, все-таки говорить о 500 именно для этой категории пациентов, я бы трижды подумала, прежде чем говорить о такой драмативной дистанции. И видя исходные данные, тот прирост, который получила пациентка в данной конкретной ситуации, мне кажется, что можно пока оставлять пациентку так. Но я ни в коем случае не исключаю ситуации, когда пациентке потребуется добавление терапии. Спасибо большое. Последний каверзный вопрос касается терапии в абразином и вирошпироном. В принципе, чем вы руководствовались в назначении этих классов препаратов? У пациентки исходно было нормальное или даже чуть сниженное артериальное давление, а тахикардию она ощущала клинически. Ритм был синусовый, поэтому был назначен препарат, который не влияет на артериальное давление, но при этом он хорошо, в дозировке 5-2 раза, боролся с явлениями тахикардии. Ну а вирошпирон исходно, он был назначен до нас ревматологами, и, собственно, учитывая то, что пациентка не отекала в боли, калий крови был в пределах допустимого, мы так и оставили ее на этой терапии, понимая о том, что, возможно, явления сердечной недостаточности могут быть, а вирошпирон прекрасно вписывается в стандарт лечения данной патологии. Ну вот наш опыт, мы редко используем эти классы препаратов, я имею в виду и вабродин, потому что, как правило, если больная испытывает и предъявляет жалобы на сердцебиение, это недостаток нашей лакоспецифической терапии. И полная коррекция лакоспецифической терапии практически нормализует частоту сердечных сокращений, пациенты не предъявляют жалобы на сердцебиение. И это мы видим наглядно, особенно у наиболее тяжелых больных. Но за этим вам тоже имеет смысл понаблюдать, в плане попробовать отменить и вабродин, посмотреть, как она будет себя чувствовать без этой терапии. Я знаю, что некоторые школы придерживаются желания назначить эти классы препаратов, но вот мы как-то к ним редко прибегаем. Спасибо большое, Татьяна Николаевна, за интереснейший доклад. Спасибо большое. Я с удовольствием предоставляю слово Светлане Валерьевне, Селецкой, врачу-кардиологу Сахалинской областной больницы. Здравствуйте всем. У меня, наверное, самое позднее время сейчас уже, 11 час ночи, Дальний Восток. Но приветствую всех вас, уважаемую Ольгу Михайловну, Татьяна Николаевна. Меня зовут Селецкая Светлана Валерьевна, я являюсь врачом-кардиологом Сахалинской областной клинической больницы, город Южный Сахалинск. Хочу поделиться с вами нашим опытом ведения лак-центра на базе областной больницы. Краткая географическая справка. Я уже говорила, что мы с Ольгой Михайловной уже встречались по этому поводу. Сахалинская область – это единственный островной регион России, который включает в себя остров Сахалин протяженностью 948 километров и две гряды Курильских островов. Уникальная область, таких больше нигде нет, находится на самом Дальнем Востоке. Численность населения совсем небольшая – 500 тысяч человек. Блотность населения низкая, в основном, с пересоченной на юге острова, где наиболее крупные города. Хочу обратить ваше внимание на северо Курильск, остров Парум-Ушир. Я буду докладывать финический случай, пациентка проживала именно там. Это очень отдаленный район. Связь возможна только с помощью паромной переправы и зависит от метеоусловий и граничит в Камчатке. Дальше объясню, почему я сделала на этом акцию. Говоря о легочной гипертензии, конечно, мы понимаем, что это хроническое прогрессирующее заболевание, которое приводит к ремоделированию сосудов, поражению сердца и в конечном счете право-завучего медиката, которое в свою очередь является основной причиной смерти. Повышение легочной структуры, среднего давления в легочной арте и вредительском сферном изменении право-завучего, как мы видим на данной картине, выраженная гипертрофия право-завучего, выраженная дилетация право-завучего, нарушение его перфузии, выпячивание межелудочного переборота. Все это уменьшает сердечный выброс ударного объема и указывает на снижение функции права. На 2021 год в нашем рингисе в настоящее время состоит 18 человек с легочной артериальной гипертензией. Три человека, это идиопатическая легочная артериальная гипертензия, 10 человек лакоцированы с рожденными порогами сердца, один с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией и 4 человека, они к нам попали буквально в окончании и находятся на этапе медицинсального диагноза и уточнение диагноза сердца направления в кардиохирургическом центре. В основном это женщины 11 человек, средний возраст 44 года. Лак-центр функционирует у нас с 2013 года и если взять, посмотреть динамику с 2018 года, то это количество пациентов было всего 7 человек, то в 2021 их количество значительно увеличилось. Это говорит о том, что и мы стали лучше работать, и коллеги наши стали лучше работать, знаний у нас стало уже больше. В основном пациенты получают комбинированную терапию двух- и трехкомпонентную, но 6 человек получают монотерапию, риоскалатом, ацентаном, бренданом и сольный метро. Какие есть особенности подходов у нас в регионе? Понятное дело, что создание центра, она обеспечила приемственность междуамбулаторной и стационарной службой, что позволило выявлять пациентов на более ранних стадиях заболевания, перестирать, перефицировать диагнозы, определять тактику, обеспечивать последующее динамическое наблюдение. Но, к сожалению, в настоящее время нормативно-документальный лак-центр не оформлен, но это не мешает нам продолжать делать свою работу. Мортизация пациентов с лак-сахаринской области выглядит следующим образом. Первичная звена направляется к центру к нам при подозрении, к главному учреждению, а мы уже, тесно, сотрудничаем с операционными центрами, с операционными принципами. К сожалению, на нашей базе отсутствуют диагностические возможности в виде капризации правых отделов сердца, в инфекционной терапевтизионной стимикографии, и в связи с чем мы направляем на ближайший наш специалист к Хабарусь, инфекционной кардино-кардиозит, и, естественно, сотрудничаем с БК и Миниши. Сахаринская область является одним из немногих существных регионов, в связи с тем, проблема лекарственного обеспечения стоит менее остро, чем других субъектов с цены. И среднее время от момента установления диагноза не излучения соотечественной терапии в течение данной терапии пациентов составляет около 4 месяцев. Но я считаю, что это довольно хороший результат. Клинический пример. Клинический пример. Клинический пример. Клинический пример. Площадь правого предсердия 36,4%. Клинический пример. Продолжение следует... 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 дает явно проблему. Плюс у нас есть еще стеноз пульмональной и есть гипоплазия аорты. То есть, в принципе, эта пациентка когда-нибудь катетеризировалась в хирургии? В 2013 году она катетеризировалась ни в крайней мере мешалки, но, к сожалению, эти данные катетеризации утеряны. И потом пациентка категорически отказывалась, как мы не настаивали, на повторную катетеризацию, мы же понимаем, что положено раз в год, хотя бы раз в два года направлять таких пациентов, но она категорически отказывается, ввиду того, что у нее маленький ребенок. Ну, и там свои такие особенности. Ну, здесь действительно очень сложная ситуация, то есть, очевидно, есть дефект межжелудочковой перегородки, который создает и основные проблемы, и основную нагрузку на малый круг кровообращения. Но наряду с этим у нас есть и очевидные признаки так называемые легочно-венозной гипертензии, а именно дисфункция системного правого желудочка и наличие атриовентрикулярной недостаточности третьей степени, что позволяет предположить и наличие застоя по малому кругу кровообращения. А в основном мы по уровню давления ориентируемся только и говорим о давлении в правом желудочке. Фактически, вы нам не представили данные о градиенте на пульмональном клапане. Может быть, он достаточно большой, и это дополнительно повышает цифры расчетного давления в легочной артерии. Что-то можете по этому поводу сказать? К сожалению, на тот момент есть у нас проблемы с эхокардиографией. Не каждый врач ультразвуковой диагностики дает нам тот протокол, который бы мы хотели видеть. Поэтому этих данных, к сожалению, нет. То, что в федеральных центрах есть некоторые врачи проученные. Мы стараемся акцентировать внимание, если есть сценарий, возможно, что-то покажите нам, пожалуйста, интерфидальную репутацию, да, значение. Но не всегда. Что есть? Ну, гипотетически мы расцениваем эту легочную гипертензию, хотя у нас больших оснований на это нет, как прекапиллярную. И именно в связи с этим вы обсуждаете у нее лакоспецифическую терапию. Но она у нас в группе с некоррегированным врожденным пороком сердца и физиологией Эзен-Менгера. Правильно? Поэтому на сегодняшний день эта категория больных, им рекомендована стартовая монотерапия. Вы начали с препарата силгенофил, потом добавили препарат бозентан. В принципе, единственный препарат, который на сегодняшний день, эффективность которого доказана у больных с синдромом Эзен-Менгера, и потом меняете на мацепентан и добавляете селексипак. С чем связано вот такое решение было? Наверное, с тем, что пациентка после перенесенного резко декомпенсировала. Мы отправляли в несколько институтов заявки на консультацию, потому что мы действительно не знали. Пациентка молодая, и мы возлагали надежды на селексипак, потому что это как группа резерва. И совместно с Сергеем Николаевичем мы принимали это решение, и решили, что все-таки надо попробовать в этом случае. Татьяна Николаевна, у вас какие-то комментарии к этому есть? Включите, пожалуйста, только микрофон. Да, я говорю, и меня не слышно. У меня нет комментариев, потому что очень сложно пациентка в плане принятия вопросов по тактике. Я так поняла, что у пациентки есть ребенок, и при этом она получает мацепентан. Я очень рада, что эта пациентка попала в хорошие руки, как складывается ее судьба. Ну, пациентка, конечно, очень тяжелая, и за нее всегда переживаем очень и очень сильно, да? И вроде бы тенденция положительная наметилась, но мы уже даже боимся что-то говорить, потому что мы не знаем, что делать дальше. А что нам делать? У меня сразу вопрос возникает. Если у вас постоянная форма фибрилляции, трепетания предсердий, с какой целью вы даете аммиадарон? Да, на пароксизмы желудочковые, не на фибрилляцию бесстердия, а именно на пароксизмы желудочковой тахикардии. Там пароксизмы желудочковой тахикардии. Понятно. Поэтому даже несмотря на то, что гипотиреоз компенсированный, но по жизненным показаниям мы были вынуждены назначить аммиадарон. Ну, действительно, больные с физиологией это сложные больные для принятия решений, потому что на сегодняшний день действительно я уже говорила о том, что только мазентант подтвердил свою эффективность. К сожалению, мазентант исследования Маэстро закончилось с неутешительными результатами, хотя впечатление о препарате было достаточно хорошим. Но я думаю, что это ошибка с дизайном исследований, в которое включались пациенты со сложными врожденными пороками сердца. Я думаю, что мазентант также бы подтвердил свою эффективность в этой категории больных, но на сегодняшний день мы не имеем большой доказательной базы в плане возможности применения мазентантана. Ну, а селексипак, к сожалению, вообще не имеет доказательной базы в отношении больных с физиологией изоменгера, потому что эффективность этого препарата не оценивалась у больных с синдромом изоменгера. И в этой ситуации я бы лучше пошла по пути каких-то препаратов, влияющих на путь патогенеза оксида азота в сочетании с антагонистами эндотелиновых рецепторов и остальную терапию бы оставила. Но, конечно, более какие-то очевидные выводы можно было бы делать, только выполнив катаризацию. Ну, вот сейчас у нас тоже второй пациент, которому с синдромом изоменгера в некоррегированном врожденным пороком сердца он шел на абсомите и сейчас тоже добавлен ему селексипакт в кардиохирургическом. Ну, я подчеркиваю, это оффлейбл терапия, это требует врачебной комиссии, потому что больным с синдромом изоменгера доказательной базы эффективности этого класса препарата в настоящее время не существует. Ну, давайте перейдем к следующему пациенту. Следующая пациентка как раз-таки жительница вот с севера Курильска на острове Парамушир, отдаленный регион, отдаленный район. И так случилось, что пациенты, проживающие на острове Парамушир, имеют сахалинскую прописку, частично они относятся к нам, а частично ими занимаются камчатские коллеги, потому что территориально им проще добраться из Терпавловска-Камчатска, нежели для сахалинок. Пациентка в 42-х лет с жалобой на чувство инфрации возраста при незначительных нагрузках, периодические отречения нижних конечных, часто реактивирующие на острове Парамушир, возникающие при минимальном северении, пока что не разговаривали. Из-за намного повышенного цифра артериального давления в течение многих лет, раненые дни оптедователи, дни терапии не существуют. В 2009 году пациентка в достаточно молодом возрасте перенесла острое нарушение инфраструктурного обращения. И в 2013 году она впервые попадает к нам в областную больницу. В клинике стенокардии была выполнена коронароангиография, выявлено тросклеротическое поражение коронарных артерий, сахаринозирование, нагибающие веки в 50%. Но в связи с тем, что по данным эхокардиографии реакцировалась высокая легочная инфритензия, выраженная при седании на сапсетке, в третьей степени пациентка была направлена в кадре хирургического центра в городе Сомск. Выписка, которая сомска, я не могу предоставить данной катеризации, что есть. Там ей была выполнена катеризация правых отделов сердца, проведена фармакологическая проба, зарегистрировано повышение давления в рядущей среди 92 км. Пациентка была обследована на предмет системных заболеваний, на предмет хирургической легочной дистанции, и верифицирован диагноз первичной легочной артериальной инфритензии. Диагноз ее следующим образом идет є третье bustellwagen transplantation , Продолжение следует... В 2014 году добавлен ингибиторы просто в 10 раз, в 5 селденефил, 20 мг при разовмении. В течение 5 лет пациентка получала данную терапию. Практически все данные, как может быть, высокого риска. В 2019 году была пересмотрена терапия. Селденефил заменили на риоцегуат, то есть перекрыли путь оксинозода. Базентан заменен на маскинтан, то есть 10 мг на раздель. И добавлен ингаляционный илопроз, в 5 раз в 10. И в 2020 году эскалация терапии в связи с прогрессированным заболеванием и добавлен ингаляционный вопрос изменен. Добавлен ингаляционный илопроз, в 3 дозы до максимальной перегресимой 1600 мг в 2 раза в день. Динамика в 2016 году по 2021. К сожалению, это уже пациентка к нам не возвращалась, не только заочи поддерживали контакт, она наблюдалась на Камчатке. В условиях Петропавловска, Камчатка и Краевой больницы, к сожалению, не выполняется антиплей ДНК, но и по другим методам диагноза, потому что речь не идет о кардиоэксперте. Но надо отметить, что пациентка всегда была в группе высокого риска, это 3 контакт, с очень низкой толерантом к физическим нагрузкам. Дистанция 6-минутных рыбой, когда были в пределах 40-40-40-40-60 метров. Ситалистическое давление легочной артерии высокое, градиент давления антерактуальным клапаном тоже всегда был высоким, на 2, 2, 3, 2, 3 на протяжении лет. На момент инициации терапии с Экси-Пампом в августе 2020 года пациентка отнашивалась к 4-му финального класса при выраженном физике права желудочного медицинского теракторного отдыха в выражении нижних коммерческих пациентов и начали кровать с Экси-Пампом. Надо отдать должность, чтобы пациентка была прям замотивирована, потому что терапия находилась заочно, она находилась дома, не осуществлялась под телефоном, с учетом того, что не было возможности даже не всегда взять анализы, но, тем не менее. Терапия с 200 микрограмм 2 раза в день, шагом в 1 неделю и новую увеличенную дозировку на перечень на вечерний прием. В период терапии на дозе 600 микрограмм отнашивала побочная эффекта головная боль, боль в крюстях, приемный террорийный терапии с эппаратами и нового явления, и шаг увеличенную терапию до 8 недель. На дозе 1000 микрограмм 2 раза в студии возникли стептический синдром, который оккупировали перораймом приемского губкопана в таблетках в 2 раза в день и эзомикрограмм 20 микрограмм на таблетках в течение 10 дней пациентка принимала данную систему и состояние нормализовалось. Более каких-то нежелательных определений со стороны приема на сомнике и эзомикрограмм 2 пациента не отмечала, мы достигли максимальной дозы 1600 микрограмм 2 раза в студии. Это были две первые наши пациенты, как говорит Сергей Николаевич, у вас просто нет страха, поэтому вы достигаете такие максимальные дозировки, но тем не менее, почему-то террация у нас прошла довольно гладко, выраженная яркость нежелательных таблеток и самих мотивированных пациентов. И в марте месяце на фоне уже приема серебряного пациента почувствовала значительное чувство, ушла разговорная дышка, немножко снизилась в резиденте надавление на треугольном клапане 2.2, повысилась несколько дистанций, снизилась в резиденте над ходьбой до 160 км, но других показателей нет. Но, к сожалению, в августе 2021 года пациентка перенесла новую коронавирусную инфекцию, ее отговорили на уроке коронавируса, першат папа, и дневмония тяжелой степени, и мы потеряли пациентку, а она пройдет. Что всегда очень грустно, когда мы теряем пациента, мы понимаем, что пациентка очень тяжелая, да, то есть из 2013 года по 2021 год она получала лакстическую терапию, несмотря на то, что она проживала на острове Кормушево, несмотря на то, что мы не имели достаточных диагностических возможностей, но мы старались обеспечить ее всеми лакпрепаратами. И кто знает, если бы не COVID-19, возможно, ее продолжительная жизнь была бы нестыкаема. Ну, на этом все, что касаемо... Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Мне кажется, я уже предвижу один вопрос Ольге Михайловне по поводу Бесопролова. Вот. Но я знаю, что бета-блокаторы, они противопоказаны, ну, не являются препаратами выбора при легочной претензии, но у пациентки была сопутствующая ишемическая болезнь сердца, и по уровню 2Б мы имеем право назначить и бета-блокаторы, ну, в маленькой локировке мы оставляли... Я как раз совершенно в отношении Бесопрололы без претензий. Я понимаю, что вы ей поставили ишемическую болезнь сердца. В принципе, больная имеет традиционные факторы риска, превосдоказанные отрасклероз коронарных артерий, пациентка, для которой важно было бы определение вклада патологии левых камер сердца в развитие легочной гипертензии. Очень грустно, что мы не знаем исходного давления заклинивания или конечнодиастолического давления левого желудочка у этой пациентки, чтобы понять, как бы мы могли модифицировать эту терапию. А вопрос у меня в основном касался прежде всего, в каком возрасте была пациентка в 2019 году. Так, ну 60 лет. 60 лет. Ну то есть уже поздно обсуждать какие-то более агрессивные методы лечения. Я имею в виду трансплантацию легких, трансплантацию комплекса сердца легких. Да, действительно поздно. И вопрос в основном касается замены и лапруста на селексифакт. Если пациентка за период времени с 2019 по 2021 год ни разу не вышла из четвертого функционального класса, чем вы руководствуете меня и лапруст препарат, рекомендованный как препарат для аургентной помощи, на препарат для более стабильных пациенток? Речь идет о селексифакте. Затрудняюсь ответить, чем был обусловлен выбор, потому что такое решение не принимает наличная я, непосредственно занимаясь этими пациентами, а это решение было принято в кардиохирургическом центре. Я, к сожалению, не могу сказать, почему, но потому что перебоев не было селопросом. Пациентка инвалиционной винтариус принимала спокойность в 5 раз в день. Чем связано, я не могу участвовать в этом доме. А пациентка не нуждалась в коррекции диуретической терапии? Нет, иногда мы корректировали дозу диуретической терапии с ней, увеличивая тем самым просто дозу препарата, которая с ними дает себя. Она не была десатурирована, то есть анонизации не было. Почему она, несмотря на действительно прекрасную лекарственную терапию, адекватную, практически не отвечала в плане улучшения функционального статуса пациентки? Тоже остается вопрос, когда я показывала эту картину, что она практически всегда оставалась в третьем функциональном классе. Даже в четвертом, потому что у нее дистанция была крайне низкая все время. Да, ближе к четвертому. Не могу сказать, анонизация была, но не в легкой степени анонизация наблюдалась, если были патемиологические массовые кровотечения. Больше каких-то таких вещей, но сама по себе она была немножко такая вялая, динамичная по темпераменту, небольшая избыточная масса тела. Это не тучная женщина. Вы достаточно хорошей затронули тему, касающейся терапии варфарином и ее носовых кровотечений. Чем была обусловлена необходимость назначения терапии варфарином? Чем была обусловлена? В одно время она принимала пероральные антикоакулянты, но почему-то на дозе ксорелт или 20 и 15 миллиграмм у нее усиливались эти кровотечения. Я не знаю почему, и предельно перевели ее на... Но у нее не было пароксизмальных нарушений ритма, у нее не было документированной тромбоэмболии легочной артерии. То есть, в принципе, она как больная с идиопатической легочной артериальной гипертензией, такой атипичный вариант у возрастных пациентов, это 2B класс рекомендаций назначения антикоакулянтных препаратов. Ну, антикоакулянты с ней шли из 2013 года непосредственно, и я думаю, что сыграло роль еще в анализе наличия ишемического инсульта, может быть, поэтому он был сделан на ксценте, не исключался. Это больше показано в качестве историчной профилактики дезагрегантная терапия по инсульту. Да, но соглашусь, но не могу сказать. Возможно, были указания на пароксизмальную форму стеклянтных препаратов не было указаний. Действительно, это такой момент, и если вы видите пациенту при отсутствии абсолютных показаний к антикоакулянтным препаратам, но больная имеет дополнительные побочные эффекты в виде носовых кровотечений, что может привести к анонизации пациентки, конечно, лучше отказаться от этой терапии. Хотя, наверное, видите, она даже не привела к улучшению ее ситуации. Обычно наши больные, перенося ковид, благодаря антикоакулянтной терапии, относительно легко ее переносят. Но, видимо, была пациентка в четвертом функциональном классе исходной, и коронавирусная пневмония оказалась для нее фатальна. Фатальна, да. А в отношении вакцинации, Ольга Михайловна, потому что возникают такие вопросы и пациентов с легочной артериальной гиперсенцией, но виткины же противопоказаний. Каков ваш опыт в центре? Мы в центре настаиваем на вакцинации. этих пациентов, потому что 3 назад, еще до коронавирусной инфекции, мы потеряли двух пациенток на банальной гриппозной пневмонии. Естественно, вот эти интеркурентные вирусные инфекции, они для наших пациентов бывают с необратимыми последствиями. Поэтому мы настаиваем, чтобы пациентки все прививались обязательно, вакцинировались. Мы тоже пропагандируем активно вакцинацию, пытаемся достучаться, но не всегда у нас получается, да, но, тем не менее, мы в свою позицию тоже солидарны с вами. Это замечательно. Коллеги, ну, я думаю, что мы можем подводить итоги сегодняшнего обсуждения. И Татьяна Николаевна, и Светлана Валерьевна представили очень интересные клинические случаи, демонстрирующие многообразие больных с легочной артериальной гипертензией и больные с ассоциированной формой и с атипичным течением идиопатической легочной артериальной гипертензии и варианты физиологии Зен-Менгера, которые требуют особого, необычного подхода. И здесь чрезвычайно важно отталкиваться от знания гемодинамических показателей и правильно оценивать динамику эхокардиографических показателей в ответ на проводимую терапию. Поэтому я призываю всех наших слушателей более внимательно относиться к периоду наблюдения за пациентами и правильному эхокардиографическому обследованию и только используя биомаркеры для оценки эффективности проводимой лекарственной терапии. Коллеги, вы хотите что-то сказать в заключении? Я все услышала, Ольга Михайловна. Мы будем стараться работать дальше. Я считаю, что мы проделали довольно большую работу. И нам сложно, конечно. У нас есть сложности, трудности ввиду отдаленности. Но мы стараемся и просим у врачей ультразвуковой диагностики. И пытаемся наладить маршрутизацию пациента в плане ежегодного направления на капитализацию правых отделов сердца. Если есть такая, ну хотя бы исходная, чтобы мы на исходной однозначно мы всех направляем на капитализацию правых отделов сердца. Поэтому все эти вещи мы знаем, обучаем своих коллег тоже, чтобы они могли применять эти знания. Поэтому будем стараться. Не все это гладко, но будем стараться. Спасибо, болезненные коллеги. Мы познакомились с двумя крупными центрами легочной гипертензии, познакомились с принципами ведения больных, видели возможности каждого центра. И я хочу поблагодарить и Татьяну Николаевну, и Светлану Валерьевну за интересные представления клинических случаев, за рассказ о собственных центрах. Большое вам спасибо. И до новых встреч. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин